Девушки отдыхают А во-вторых, аркадные гонки с простой, но занятной физической моделью В отличие от симуляторов, бросающих игроку вызов, аркады должны развлекать Гонщикам в этом году на выбор жаловаться не приходилось Были и дополнения к прошлогонним хитам, и новые аркады, в том числе мотоциклетные Большая редкость, между прочим В особенности много было симуляторов Однако все новинки этого года в разной степени приносили горечь разочарования Даже лидеров итогового заезда есть за что пожурить Асета Корса, игра от небольшой итальянской команды Куна Симулазиони Вышла под самый конец 2014 года И не успела поразить нас настолько, чтобы попасть в финальный топ Истина в том, что эта гонка стоит вне всяких рейтингов Это тот случай, когда за реалистичный водительский опыт можно простить и техническое исполнение, и старомодный подход, и скудный набор автомобилей и трасс Впрочем, последние исправили этой весной в дополнении Dream Pack 1 Дорогого стоит один только Нюрбургринг, детально воссозданный с помощью лазерного сканирования Реалистичнее этапа из асета Корса только настоящий зеленый ад, как его называл Джеки Стюарт Drive Club в этом году наконец снабдили бесплатной версией для подписчиков PS Plus, обещанной еще к выходу PlayStation 4 Правда, через пару месяцев убрали, что возможно к лучшему Ведь после релиза в прошлом году в клуб добавили погодные эффекты, фоторежим, массу новых экзотических машин, трассы, мотоциклы, стабильный мультиплеер и много-много всего Drive Club превратился в совершенно иную гонку, одной из лучших на платформе Но почему нельзя было сделать ее такой изначально? Сходная история произошла с The Crew, только в меньшем масштабе На старте играть в нее было трудно из-за проблем с серверами Неполадки исправили, потом подтянули графику, а финальную точку поставили в недавнем дополнении Wild Run Разнообразив сетевые соревнования регулярным фестивалем Summit Вроде бы все заработало, появились мотоциклы, бигфуты и новые возможности для модификаций Но, увы, хорошей гонкой The Crew от этого не стало Виной тому посредственная физическая модель и излишне казуальный подход Когда мы сели за Формулу-1 2015 и ощутили совершенно новый суровый нрав болидов Это стало большой неожиданностью Британцы вновь на правильном пути Осталось вернуть старые режимы, отточить мультиплеер и поддержку рулей И Формула-1 вольется в число призеров Большим разочарованием стала перерожденная Need for Speed Ghost Games хотели собрать все лучшее из разных выпусков В каком-то смысле подведя черту под 20-летней историей сериала Разработчики даже спрашивали игроков, какой те хотели бы видеть Need for Speed Но оказалось недостаточно свести воедино все, что мы любим Сюжет не вызывал особого отклика в душе, но побуждал двигаться дальше А стоило шагнуть в сторону, как за углом накатывала грусть из-за ленивых копов И скупова на занятие открытого мира Радовал лишь обширный тюнинг с возможностью настраивать поведение автомобиля Аж две игры о двухколесных монстрах выкатила студия Milestone Известная своими стабильно средними проектами Но если в случае с MotoGP мы уже отчаялись ждать у моря погоды То Ride поначалу даже вызывала интерес Зря Разработчики просто переместили мотоциклы с кольцевых трасс На лесные дороги и серпантины Но что толку менять декорации, если езда все такая же скучная и однообразная Третье место Project Cars Независимому проекту, профинансированному игроками Не хватило надзора строгого издателя Чтобы стать по-настоящему хорошим симулятором Карьеру от обычного свободного режима Отличала только сезонная структура соревнований Поданная когда-то центр гонщика, где на игрока вываливалась тонна бесполезных сведений Саму же игру раздирали мелкие проблемы, баги и недоработки в физике автомобилей Написанной по учебнику без привлечения практических знаний Слайтли Мэтт могла бы отполировать игру после релиза Но вместо этого бросила все как есть и вскоре переключилась на продолжение Тем не менее, Project Cars заслуживает внимания хотя бы благодаря технологическому прорыву Такой графики, детализации автомобилей и правдоподобного дождя с грозой в гонках не было ни до, ни после Поэтому она неплохо показывает себя как песочница, в которой ты сам себе хозяин Выбрать автомобиль, трассу, задать динамическую смену погоды и гонять Что еще нужно для счастья? Ведь многие проблемы игры будут заметны лишь пилотам со стажем Второе место Forza Motorsport 6 Планку в графике, установленную Project Cars, Forza Motorsport 6 не перепрыгнула Но зато она делает из гонок увлекательное шоу Где в честь победы игрока в воздух запускают фейерверки и конфетти А с каждым повышением уровня дают шанс выиграть новую тачку или кругленькую сумму Автомобили здесь произведения искусства Их так и хочется бесконечно рассматривать в особом режиме Таких лощеных и приглаженных гонок не делает, кажется, никто Все идеально у этого автомобильного симулятора, пока не заглянешь под капот Там, увы, традиционно гибридный двигатель Компромисс между аркадой и симуляцией Почти как в серии GRID У Forza Motorsport 6 почти такая же скользкая физическая модель, как и у Project Cars Только лучше выверенная и с меньшим количеством огрехов Первое место Dirt Rally Dirt Rally — это ни много ни мало возвращение культовой Colin McRae 2.0 Таких, по-хорошему, сложных и бескомпромиссных раллийных симуляторов не было давно Для Codemasters это, безусловно, крутой поворот После многих лет в жанре гонки для всех взять и переписать физическую модель с нуля А в соревнованиях сделать уклон в сторону серьезных и непрощающих ошибок спецучастков Dirt Rally подкупает реалистичной физикой и уникальным водительским опытом Никакое аквапланирование не сравнится с количеством моделей поведения автомобилей на разных покрытиях раллийных дисциплин Будь то грязь, гравий, песок, асфальт или снег Проходить спецучастки, гонять в асинхронном и массовом мультиплеере и участвовать в регулярных испытаниях Игра предлагает на лучших представителях разных эпох От автомобилей 1960-х и до современных машин для восхождения в гору и раллийного кросса Лучшее выступление в своем поджанре Даже несмотря на отсутствие лицензии на реальных гонщиков и чемпионаты по ралли Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео Смотрите завтра «Лучшие боевики-песочницы-2015» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok